Что плохого в летнем отдыхе? Ну, что за странный вопрос? Конечно, жара и цены на этот летний отдых. Верно? Верно. Но есть штука пострашнее. И имя этой штуки... Комары. Вы наверняка встречали людей, которые энергично хлопают себя по щекам и другим частям тела, да? Этих несчастных жалят комары. Не можете уснуть в летней ночной духоте, когда над ухом кто-то пищит невидимый, да? Это тоже комары. Все тело зудит и чешется так, что, понимаешь, впору лезть на стену. Это тоже комары. Но вот что интересно. Одни и те же комары одних людей жалят, а других жалят меньше. А некоторых вообще не трогают. Вопрос, почему? И в преддверии отпуска я решил вместе с Галилео провести научный опыт с целью проверки некоторых комариных теорий. У меня есть даже, как это сказать, подопытные люди, которые согласились быть покусанными за идею. Так вперед же, охотники за комарами! Место действия. Подмосковье. Координаты 55 градусов 56 минут северной широты. 39 градусов 8 минут восточной долготы. Объект исследования – комар. Семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых. Количество – много. Исследователи – хома. Один сапиенс. Два остальных – не очень. Владимир и Дмитрий – люди разные по характеру. Владимир не собирается причинять комарам зла. А вот Дмитрий просто так себя кусать не позволит. Светлане все равно. Для нее важна тщательность подсчета результатов. Юноши послужат приманкой для насекомых. А при помощи этих марлевых ловушек мы узнаем результаты экспериментов. Они-то и помогут нам понять, что отпугивает назойливое насекомое, а что наоборот – его привлекает. Фактор первый – движение. Попробуем выяснить, будут ли меньше кусать человека, который находится в постоянном движении. Владимир бережет силы. А Дмитрий двигается под модную музыку. Прошло две минуты. Пожалуй, с них хватит. Проверим улов. Количество комаров вокруг ребят летало примерно одинаковое. Но Дмитрий был слишком быстр для них. Счет один-пять. Движение держит насекомых на расстоянии. Но даже танцующего успели укусить. Кстати, неприятные последствия после укуса, зуд и покраснения возникают из-за того, что комар вводит в кровь противосвертывающее средство. На это вещество и возникает аллергическая реакция. Фактор второй. Звук. Мешает ли комарам шум? Можно ли наорать на них, чтобы они отстали? Дмитрий поет... Громко. Владимир тихо молчит. Снова засекаем две минуты. Ловушки. Подсчет. Где больше комаров? Семь-восемь. Счет почти равный. Несмотря на результат эксперимента, звук играет в жизни насекомых важную роль. Самцы издают очень высокий писк, двигая своими крыльями со скоростью пятьсот взмахов в секунду. А самки летят на этот звук. Не будь этого противного писка, комары не могли бы размножаться. Фактор третий. Цвет. Владимира мы приоденем в камуфляж. Под зеленый листок. А Дмитрий облачился в белое. Сейчас эту сенсационную белизну увидят даже комары с соседнего болота. Засекаем две минуты. Ловушки. Подсчет. Белая одежда завоевала немного меньше поклонников, чем камуфляж. Но особого впечатления смена нарядов на комаров не произвела. Пять-семь. У насекомых, конечно же, есть глаза. Но важнее для них не цвет, а свет. Когда вокруг нет потенциальных жертв, комары в первую очередь летят на свет. Например, яркой лампой. Вылупляющаяся из куколки насекомое должно лететь на свет, чтобы выжить. Этот механизм остается в памяти комара на всю жизнь. Фактор четвертый. Дыхание. Может, комаров привлекает углекислый газ, который мы выдыхаем? Дмитрий надевает дыхательную маску. И, так скажем, дышит на сторону. Владимир остается верен своим принципам и переносит еще две минуты мучений без сопротивления. Ловушка. Подсчет. Похоже, что дыхательная трубка не сильно запутала их. Хотя одного комара мы обнаружили прямо рядом с ней. Значит, комары все-таки чувствуют двуокись углерода, которая содержится в выдыхаемом воздухе. Фактор пятый. Запах. Галилео предлагает Дмитрию натереть себя пахучей травой. Подойдет, к примеру, вот этот букет пижмы. Втираем сок травы в кожу. Запах сильный. Ну, а Владимир будет пахнуть самим собой. Время пошло. Одна минута. Две минуты. Ловушка срабатывает. Ого! Большинство насекомых потеряли к Дмитрию интерес. Счет. Три шесть. Фактор шестой. Температура. Владимир ставит на холод, а Дмитрий на жар. Одному кокон из фольги. А вот Дмитрий решил разогреться. От интенсивных физических упражнений температура его тела немного повысится. Фольга удерживает тепло внутри и остается холодной снаружи. Тем временем Владимира превратили в настоящий термос. Температура тела Дмитрия поднялась почти до тридцати семи градусов. Финальный эксперимент стартовал. Ловушка. Подсчет. Проигрывавший до этого Владимир выиграл с разгромным счетом. Счет десять три. У каждого комара есть свой маленький тепловизор. Именно температура помогает ему отыскать свою жертву. Выводы таковы. Чтобы вас не кусали, натритесь травой и бегайте по лесу в фольге. Или дождитесь зимы. Ведь это стопроцентное средство против комаров. Ну что ж, мой комариный опыт можно считать удавшимся. Во время проведения моего опыта пострадало 999999 редких исчезающих комаров, занесенных в красную книгу. Да. И поэ... Вот. Юбилей. И поэтому... Гринпис на нас немножко сейчас обиделся. Но я думаю, он это как-нибудь переживет. О erase 사용 и удовольствие просто нет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Еā Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова